На арке даты начала и окончания Первой мировой войны батальные сцены. Когда России уже в очередной раз пришлось противостоять Османской империи, казаки оказались на рубеже. Вместе с тем ряды армии пополнили армянские добровольцы, в том числе и из числа беженцев. У них был весомый повод сражаться отчаянно и храбро, что отмечали и командиры царской армии. Для меня очень важно, это укрепляет дружбу армянских и русских народов. Почему? Потому что еще издревле наши народы дружили и всегда помогали друг другу. И я уверен, что вот этот обелиск, который будет открыт, он даст еще один новый толчок в дружбе и сотрудничестве и взаимопонимании между нашими народами. Я благодарен тем, кто принимал участие в создании этого сооружения, кто вложил какой-то посильный финансовый клад, кто-то политическую подоплеку. Спасибо им за это. И я думаю, что народ, идя к морю, будет смотреть и им будет напоминать о том, что сделали русские солдаты, казаки, армянские дружины для того, чтобы защитить интересы государства российского во время битвы и Первой мировой войны. На табличках название «Пяти дружин» по именам командиров, а также отрывок из стихотворения войскового старшины, историка, краеведа и писателя Михаила Тимченко. Сегодня действительно знаменательный день. Вот эта арка как символ нашей победы, символ того, символ дружбы, символ единства и согласия. Всегда пусть напоминают нашим детям, всем нам о том, что только в мире и в согласии мы можем победить. Мы добьемся победы, будем мирно жить, трудиться, воспитывать своих детей. А дети наши должны об этом помнить и говорить своим детям. Арка построена на деньги частного инвестора. В планах сразу за ней разбить небольшой парк.